В оранжерейном комплексе Константиновского дворца в парке отдыха имени Кирова есть музей стекла. В оранжерейном комплексе находится музей стекла, и сейчас мы туда пойдем. Ленинградский завод художественного стекла, изготовитель практически всех арт-объектов в этом музее. Прямо у порога при входе в музей вот такая вот инсталляция в полу. Здесь различные рюмочки, стаканчики, блюдца, все из стекла среди плитки. Кстати, Вера Игнативна Мухина, великая скульптресса, которая создала скульптуру рабочего и крестьянки, сделала вот этот вот торс. Она была инициатором создания завода художественного стекла. Кстати, вот эта вот ваза, где Пушкин изображен, называется форма лотос. Как раз Мухина-то ее и изобрела. Сейчас она эксплуатируется во всем мире, в том числе и китайцами. Завода. Венецианская нить называется? Да, или Скань, да. Скань. То есть в Венеции изобретена была, они долго сидели, но потом, в общем-то, распознали, как это делается. Мухина подобрала, это графики, это Успинские тырсы, тырсы, вот это кракли, вот эти бутылочки. Бианке я иллюстрировала. Но они оба не пережили первую блокадную зиму. То есть завод начал работать с 39-го года, соответственно, под 41-й, потом на оптические прицелы, на стекло для медицины перешли. Только с 48-го года он начал работать уже на постоянной основе. Блюдо виноград, 1953 год. Бесцветное стекло и цветная гравировка. Блюдо ромашка, 54-й год. Стекло бесцветное и цветное гравировка. После военные годы, 48-й год, ваза, фляга, военные мотивы. Художник Смирнов. А вот это вот ребристая ваза. Название смешное, туалетная. А вот это ваза для печенья с филигранной цветной нитью. Прибор для воды. Такие всегда стояли у начальников на столе. Ваза стрекоза, 49-й год. Ваза-корзиночка с цветами. Ваза с символикой Ленинграда, 57-й год. Бокал декоративный, шишки, жёлтый. И вторая ваза, алмазная грань, тоже шишки. Графин Заря. Свободное выдувание. Хрусталь бесцветный и цветной. Налепый. Вот это вот налепый. Летушок. Мухина. Ваза для цветов. Репка. А вот эта ваза называется Астра. Её же работа. Голова девушки. Хрусталь. Малирование. Отлита по модели голодьбы девушки. Скульптура рабочей колхозницы. Установленная на ВДНХ. Девушка с кольцом. Хрусталь. Белый металл. Вазочка-петух. А это вазочка-индюк. У нас в середине, конечно же, синяя птица. А перед ней маленькая розеточка-утёнок. Гуси. Гутная техника. Выдувание. Флакон для одеколона цветник. Рюмки из прибора для вина. Морской. 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 51-й год. Тоже флакончик для духов в технике Мельфьёре. Кремница и флаконы для духов. Вот в таких баночках модницы держали крем. Флакон для духов с пробкой. Некоторые экспонаты можно посмотреть снизу. Ваза для печенья. Стеклодувы. Пескоструйная обработка. Гравировка. Ваза обнажённая. Флаконы для духов. Туалетный прибор. Тюльпан. А этот кувшин для кваса. Называется богатырь. Видите, головка у него как шлем. Ваза туалетная. Графин волна. Ваза для фруктов. Прибор для вина лесной. И действительно зелёный-призелёный. А этот туалетный прибор называется глазки. И посмотрите, как действительно их много. Вот глазки, вот. И на вазочке тоже везде глазки. О, какой прибор глазастый. Прибор для воды семейный. Вот такой вот ярко-жёлтый. Ваза для цветов. Глечик. Это просто ваза для цветов. Ваза. Графин для воды волнистый. Как вы думаете, называется этот многоцветный сервис? Приданная невесте. Но этот набор называется радуга. Ваза Нептун. Вот это урановое стекло. Прибор для вина петух. Прибор для вина репка. Вот эти вот бусинки называются налепы. Ваза-танцующая пара. Ваза-танцующая пара. Левый кубок камушки. А правый карусель. А дуванчик. Пузатый графин для кваса и две кружечки. Вот эти вазы под названием бутон. Очень похожи на старые голландские рюмеры. Которые голландцы изображали на своих натюрмортах. Там включен фильм о стекле, поэтому гул, голос диктора сопровождает мои комментарии. Туалетный прибор, колокольчик. Вазочка восточная. Прибор для вина цветной. Стопки. Малинка. Художник Бяков. Тройка. Дна у арт-объекта нет. Похоже на такую трубу. Ваза для цветов. Апрель. Вот у этих всех четырех ваз есть общее название. Океан. Вот эта композиция выиграла первое место в 1976 году в выставке «Яблонет 76» в Чехословакии, Русь. Художник Остреумов Глотея. Ваза желудь. Действительно форма желудя. Сервис Минуэт. Сервис Майский. Ваза и блюда. Полдень. Декоративный сосуд «Граната». Восточный мотив. Вот догадайтесь, как эта ваза называется. Смотрите, там лэб и провода-провода. Название «Электрификация». Хотя это уже 1968 год. Ваза «Фантазия». Набор «Королевская охота». Видите, охотничьи рожки выполнены в виде наверший. сервис «Кратер». Вот он мне нравится. Еще один «Гранат» ваза правая, а слева «Кубок юбиляру». Ваза и чаша «Онега». «Онежское озеро». Вазы и бокал «Дичь». Вон там птица убитая лежит. Одуванчик. Кубок «Кавказ». Понятно, почему. Из рогов пьют вино. А вот это комета Галея. Вот как она развалилась. Композиция «Музыка». «Голуби мира». Плоды осени. Просто такая вот композиция, которая состоит из двух частей. Два таких вот овальных шара встречаются между собой. «Март». «Морская фантазия». Видите, емкость довольно-таки небольшая, а внутри ваза большей частью полая. «Штофы» и ваза «Балеро». Ваза «Север». Изображены народы севера. Чукчи, наверное. Композиция «Летний мотив». Кажется, что это бабочка. Но только с одного бока. Слева «Март», а справа «Апрель». Слева «Март», а справа «Апрель». Стакан «Мичуринский». Мастера зовут на удивление Наталья Гончарова. Арабески. 1989 год. Стекло обработано пескоструйным методом. Поэтому такое вот неяркое, мутное. Эти тоже все работы Гончаровой. Летопись «Пятилетки». Конечно же, больше всего мне нравятся шары. Моя любимая форма. Капелла. Капелла. Херсонес. Вот такая вот витражная лодочка. Это скамейка. Можно взять и на ней посидеть. Как-то красоты не будет видно. Это миллион на дороге. Шел-шел по плитке и бриллианты нашел. Композиция «Морская». Вот эта композиция называется «За далью даль». Первая даль, вторая, третья. И там все дальше и дальше. Трава забвения. Сон, трава. Чистоту формы, простоту и ясность. И самая форма. Количество статей. Дискуссия вызвалась буря стакая. Оттепель. Были стеклянные, стали живые. Летний сад. Базы супрематические. Золотое яблоко. Вселенная. Я бы обязательно вставила в эти колпаки какие-нибудь лампы. База омут. С головой. Синий-зеленый омут. Лагуна. Вот такие вот пузырики получаются, когда в стекло добавляют соду. Пришелец. Вот непонятно какой. Подставка темная. Верх красный прозрачный. Стрелолисты. Это такое водное растение. У меня в пруду есть. Росток. Справа. По полу. Одон. Словно разрывая. Это росток. Ну а это хризантемы. подсвечник светлячок а это ваза в технике мурана сделано смирновым в 1960 году вот в углу стоит такая вот инсталляция из стекла железо так выглядит основной зал фонтан который обрамлен необработанными фрагментами стекла это работа называется ускорение 1985 год мираж смотрите центральная часть вазы поднята вогнута и вот такая вот иллюзия миража возникает подарок какому-то партийному деятелю ленинградская называется 1958 год но здесь показано как стекло отливают как старые времена работали в мастерских как мозаику делали стеклянную витражи витражи кубок бегуны самый высокий тоже бегуны закрученный финифт размышление 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 смышление композиция Композиция «Конолёд». Восход. 1981 год. Полёт, видимо, космический. Ваза «Фрукты». 1941 год. Зимний сад. Волнение. Букет маме. Орхидеи. Торшер «Энергия». Торшер «Энергия». Вот ещё один зал. Уже современные работы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Золотой руно Античные мотивы Руины Ликеи Это город Мерликийских, где был Николай Угодник священником Пряные травы Течение жизни Тихая заводь Вот такие вот Добавил субтитры сделал DimaTorzok Охота на волков Инсталляция Инсталляция Добавил субтитры сделал DimaTorzok Бабочки огромные Бабочки огромные Добавил субтитры сделал DimaTorzok Из серии коллекция Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Справа Черный объект Мельфьори Мельфьори многоцветия Турнир Огонь и пепел 2005 год А это пугало стеклянное Лопата Тоже стеклянная Паутинник Композиция Гнезда Вместе идем без окончания Буденновцы Вот еще у них один уголок Где представлены инструменты стеклодувы Импровизированная печка Формы для баночек А это стержни, которые режут и получаются цветочки Аминь 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 Аминь